Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. 15 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано на территории Гомельской области за прошедшие сутки. Один человек получил телесные повреждения. Накануне вечером Гомеля на конечной остановке общественного транспорта под колеса легкового автомобиля попала пенсионерка. 39-летняя женщина-водитель управляет автомобилем Рено Сандера, двигаясь по улице Ильича, в нарушение дорожного знака въезд запрещен, повернула на разворотное кольцо автобусов-троллейбусов, после чего, не убедившись в безопасности своего маневра, совершила наезд на 61-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть перед автомобилем. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение. Всего за прошедшие сутки госавтоинспекторами области выявлено 760 нарушений правил дорожного движения. В Гомеле открытым пламенем горела Мазда. Пожар произошел во вторник на парковке возле дома номер 131 по улице Головацкого. На видео с камеры наблюдения зафиксировано, как из-под капота сначала пошел дым, потом из-за выгорания изоляции проводов произошло самопроизвольное включение всех фар, дворников и другого электрооборудования. Через минуту из подъезда выбежали хозяин автомобиля и, по всей видимости, сосед. Пока хозяин снимал клеммы с аккумулятора, сосед вызвал спасателей. Позже в кадре появился сотрудник милиции, который, в отличие от других, был неравнодушен к происходящему, но попытки погасить пламя огнетушителем и другими подручными средствами к успеху не привели. Чтобы огонь не повредил припаркованный рядом минивэн, хозяин перекатил горящее авто на несколько метров вперед и смирился с потерей. И только спасателям, прибывшим на место происшествия в течение пяти минут, удалось ликвидировать пожар. Судебные медики определили причину смерти мужчины, который оказался под завалами заброшенного здания возле деревни Лохница в Лилическом районе. 16 марта он пытался разобрать кладку на кирпичи, и на него рухнула стена. Причиной смерти мужчины явилась сочетанная тупая травма тела, выразившаяся в множественных переломах ребер с повреждениями легкого, а также в переломах конечностей. Предварительно установлено, что мужчина разбирал кирпичную стену, оставшуюся от одного из строений бывшей молочно-товарной фермы. Из-под завалов его достали односельчане еще до приезда спасателей. Пенсионер погиб на месте. Проводится проверка, пояснили в управлении Следственного комитета по Гомельской области. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.